Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 января. Вот так для чего все-таки нужна пикировка томатов? Вот сейчас я буду пикировать томаты и расскажу вам основная цель, которую мы преследуем, проводя вот эту процедуру. Это, конечно, у меня еще не посевы. Тот, кто смотрит все мои видео, он знает, что я вот, видите, проверяла на всхожесть семена различных сортов. Но так как они у меня все очень хорошо взошли, и все такие здоровенькие, хорошенькие, мне их стало жалко. Я решила их все-таки вести дальше и показать вам на их примере, как пикирую я, для чего мы пикируем. Пикировка, конечно, это несложная процедура. Обязательно перед пикировкой за 2 часа, а лучше, конечно, можно и накануне этот грунт полить, чтобы он был влажный, и чтобы хорошо вот эти корешки, земля от корешков освобождалась. Если вы не польете, то корешки, когда грунт будем вот так обтряхивать с корня, они могут повредиться и пораниться. Вообще корень должен быть вот такой вот, вот смотрите, белый, хорошо развитый, у него вот этот стержневой, и уже начались боковые корни. Когда начинать пикировать, многие спрашивают, 1-2 настоящий лист появился, все, можно делать пикировку. Я при пикировке всегда вот этот стержневой корешок прищипываю, или обрезаю ножницами, или просто рукой, все. Я заранее наделала дырочек, вот работаю всегда ручкой, у меня много ручек исписывается, и все они у меня потом палочками служат. Прищипнув вот этот корешок, я томат помещаю уже в заранее сделанную, сейчас подождите, в заранее приготовленные вот эти вот, как сказать, дырочки, или как их назвать. И все, вся пикировка, она проходит очень быстро, сам процесс, он не трудоемкий. И смотрите, если про перец мы говорим, и многие рассуждают, нужно пикировать перцы или не нужно, то про томаты почти все огородники согласны, что пикировка томатам нужна. Основная цель пикировки, это естественно, мы как бы даем корневой системе, как бы увеличиваем корневую систему саженца, потому что смотрите, когда у него вот этот корешок стержневой, он идет туда дальше, дальше, дальше. Но как только мы его вот здесь раз прищипнем, сразу начинается образование боковых корней, и при пикировке мы обязательно немножко вот так заглубляем, и здесь тоже начинается образование дополнительных корней. Корневая система усиливается, это всегда для растения, всегда только плюс, потому что чем сильнее корневая система, тем сильнее наш саженец, больше питания с земли он возьмет, вообще он будет здоровее, он будет больше, толще, но все, короче, корневая система это все. Потом, вторая цель нашей пикировки, конечно, при пикировке мы отбраковываем все наши, ну не то что уродливые, а или слабые, или больные, или недоразвитые, бывают и такие среди растений сеянцы, то есть, если мы высаживали семена вот так в рядок, и мы не видели, какие они будут, то смотрите, видите, насколько разные растения. Вот эти выросли такими, а этот вырос вот таким. Естественно, мы его уже во второй лоточек пересаживать не будем, нам нет смысла его выращивать, потому что он не даст нам хороший урожай. Он слабенький, и даже если он когда-то потом оклемается, время будет упущено, то есть, во время пикировки мы берем только здоровые, только сильные, и по внешнему виду обязательно отбраковываем. Я считаю, вообще, вот это самая главная цель нашей пикировки, чтобы отсортировать самые здоровые, самые хорошие. Ну и еще, тоже тема созвучная этой же, во время пикировки мы можем воочию увидеть состояние корневой системы, потому что бывает или черная ножка, или еще что-то, и если мы видим корень, ну не нравится нам, бывает он не белый, а такой, как коричневый или серый, мы эти растения обязательно должны выбросить, потому что посадив их рядом с хорошими, они будут, ну, они будут обязательно отсталые, поверьте мне. Все, вот последнее сейчас вытряхну. Я, наверное, даже эти не буду брать, потому что мне их хватит. Вот этот маленький тоже не буду брать. Все, вот 2-3 растения обязательно с лотка мы убираем. И сейчас еще вам покажу. Я вот из-за чего начала пикировать, я же вам рассказывала, что одни были сильно большие, другие вот такие маленькие. Маленькие можно было бы и не пикировать, потому что они вот еще простояли бы у меня в лоточке, еще бы неделю-другую. Но из-за того, что казанова, вот эти были двухметровые, смотрите, они уже какие вытянулись. Еще одна цель пикировки, что те высокорослые, те вот такие с тонкой структурой стебля рассада, она прям буквально за первые дни, если дома очень хорошо, ну, температура высокая, она сильно вытягивается, а немного заглубив, мы и тормозим ее, потому что вот эта пересадка, она все равно немного тормозит, приостанавливает растения в росте. И тормозим, и немного заглубляем, вот эту длину уменьшаем, и увеличиваем корневую систему, все. Вот это несколько слов быстро-быстро о пикировке. Что нужно знать еще новичкам во время пикировки, что я делаю, например, вот как совет опытного огородника. Смотрите, видите, вот даже пересаженные томаты, я не поливаю их все вот так сплошь. Нам главное не развести сырость. Сырость для нас, особенно в ранние посевы, это опасность, это может быть и черная ножка, и серые гнили, и все, что, различные плесени, все, что провоцирует чрезмерная влажность, нам это не нужно. Вы, наверное, заметили, что у меня грунт не очень влажный, как даже полусухой. Вот когда я воткнула сюда эти растения, я потом их вот так немножко засыплю этим же грунтом, и поливать буду только те места, только под корешок, только под корешок, только под корешок. Полью раз, впитает, потом полью еще раз, чтобы не смачивать весь пласт грунта, потому что они сейчас маленькие, они несколько дней вообще еще будут только приживаться, и в таком маленьком возрасте они всю влагу эту не смогут освоить, она будет застаиваться, застой этой влаги нам плохо сказывается. Вот видите, у меня межрядья, я обязательно оставляю сухими, я обязательно оставляю сухими, и буду полноценно их поливать только тогда, когда у них появится новый лист, вот на новом месте, и я буду уже видеть, что растение прижилось, и что оно, ну видно будет, что сухо, когда я полью, обязательно потом прорыхлю, чтобы был доступ воздуха, и все. Вот эти такие несложные, совсем простые правила, которые мы будем, если будем соблюдать во время пикировки, то у нас никогда не будет плесени, у нас никогда не будет черной ножки, но это естественно при условии, что мы грунт протравили перед посевом, и желательно во время полива использовать или фитоспорин, или розовый раствор марганцовочки. Все, вот мои испытуемые, я их посадила, распикировала, но это еще раз говорю не посевы, это так просто, вообще не знаю для каких целей, я их теперь буду выращивать, и выбросить рука не поднимается, вот это называется, я так проверила всхожесть, но зато будем за ними наблюдать, будем на них испытывать различные методы, буду показывать, как опрыскивать, как прорыхливать потом, все, до свидания.